Всем привет! Стартовал четвертый сезон медиалиги и мы будем делать для вас очень много контента, но сегодня мы расскажем вам про то, почему Бара и Саня Моменко ушли из Амкала или не вернулись и перешли в народную команду. Абсолютно честно ребята рассказали нам всю правду в нашем новом ролике. Но прежде стоит нам помнить, что спонсором этого канала являются наши друзья из Bad Boom. У ребят постоянно проходит куча розыгрышей и акций, одной из которых является РПЛ 2.0, в ходе которой, если вы ставите на матч российскую премьер-лигу на команду и она выигрывает с разницей в два мяча, ставка автоматически считается выигрышной. Bad Boom, открой игру. Ссылочка в описании. Следил сегодня за кубком матча Моменко? Да, следил, пока нас не увели на поле. Первый тайм мы посмотрели полностью. Какие ощущения от вылета? Да, ну вообще опять не по делу, ёма, ну сколько. Играют здорово, ну как бы нет вопросов там по содержанию, да, я думаю, что ни у кого на самом деле искренне, если человек судит объективно, ну не может быть вопросов, да, по самодаче и там качеству игры. Просто очередной вот раз мне повезло, я не знаю там, я думаю проклял кто-то Герман и Амкал. Какие у тебя сейчас отношения с Амкалом? Хороший, я общаюсь там с большим количеством, реально с большим количеством людей, но в целом да, там практически со всеми на связи. Вот на свадьбе был у Федоса пару дней назад. А почему завершился профессионально? Да, я не завершил, почему? Счетов за. Ну в том плане, ушел почему, если сказать надо. Ну это очень долго на этот вопрос отвечать, все не так легко, все не так точнее просто и быстро не ответить на этот вопрос. А ты уходил именно с мыслями возвращаться в медиа или профессионально? Когда возвращался в Россию, мысли были, что в Амкал вернешься? Да, ну поначалу да, когда мы с клубом договорились о том, что я покидаю клуб, да, я как бы да, написал Герману, Жеке, они были не на связи, через 2 часа только ответили, на тот момент 2 часа я был уверен, что я вернусь. Но таковы реалии, как бы они взяли вратаре до того, как я ушел, поэтому как бы повторюсь в сотый раз, никаких вопросов. То есть его не получилось только из-за того, что у них уже была закатанная позиция? Они уже договорились, да, они уже договорились на тот момент с Вовой, и ну как бы с их стороны было бы тем более некрасиво, и ему говорили, что нет, извини, дружка. Как думаешь, если бы пораньше это произошло, пока они не взяли вратаре, у тебя была бы возможность? Я думаю, да, я думаю, да. Надеюсь. Почему вы выбрали народную команду? Потому что, в первую очередь, это болельщики, присутствие болельщиков, тем более в таком количестве на их матчах, это супер. И дай бог, что так было, и было лучше в новом сезоне. И во вторую очередь, они прям себя хорошо проявили, да, в плане интереса, проявляли интерес очень активно, успели, грубо говоря. У тебя были еще предложения от других команд? Ну, как бы такой конкретики, я не люблю говорить о таких вещах, что типа, вот мне там один подходил, другой подходил, ну да, подходили некоторые люди. Ну, я уже где-то озвучил, какие команды можешь найти. Насколько долго, как ты считаешь, в народную ты вернулся? Это переждать профессионального предложения? Или добиваться? Я не знаю, я не хочу загадывать. Сложно загадывать на жизни. Как-то я говорю, я думал, что я вернусь в Амкало, я думал, что я в Казахстане сезон доиграю. Что будет дальше, я не знаю, я буду жить сегодняшним днем пока что. Если загадывать о возвращении в Амкало, это возможно? Смотрел сегодняшний матч Амкало? К сожалению, нет, у нас своя игра была, а так. Очень хотел посмотреть, ну а что поделать? Сейчас приеду домой, буду пересматривать. Результат видел уже? Да, по пенальти мы отлетели. Какие мысли? Слушай, ну молодцы, на самом деле, насколько я знаю, у них удаление было. И по большому счету с командой, почти которая идет под фенел, как я понимаю, сыграть в десятером целый тайм на ноль, считая, дотянуть до пенок, это большое устое. Вот, ну а пенки это лотерея, поэтому я бы сильно как бы не загонялся. Вот, конечно, обидно, могли и в третью стадию переходить, но, блядь, не фартануло. Бывает, пенки это, блядь, просто лотерея. Вот, на месте пацанов я бы не загонялся вообще бы. Какие у тебя сейчас отношения с вашим каналом? Слушай, нормально, со многими ребятами общаюсь, вот, иногда даже на съемки зовут к себе. То есть я приезжаю там на Ли Классик, к Феликсу на канал, вот, в целом, хорошее отношение. А почему тебе пришлось уйти? А? Почему тебе пришлось уйти? Ну, руководство решило, что по футбольному уже не подхожу. Медиа я как бы все вытащил походу, как я понимаю, и уже типа смысла нет как бы меня держать. И решили меня отпустить, чтобы я уже где-то дальше там и практику получал игровую и зарабатывать. Ну, то есть тебе перед фактом поставили? Нет, меня даже не ставили, мне просто сказали как бы все. То есть даже не было у меня выбора никакого. Ну, поставили перед фактом, что так будет произойти. Ну, да, да, ну, можно сказать так, да. Ты считаешь, это заслуженно в реалиях того, сколько ты дал Амкалу? Ну, слушай, ну, доля правды в этом есть, потому что я тоже от Амкалу много что взял, много что дал. И я уже об этом думал, что... Ну, уже даже не знаю, что можно дать новому Амкалу, к примеру. Вот. А с игровой точки зрения, по футбольной части смотреть, то пришли новые игроки. Вот, сильные, где, да, я, может, даже спорить не буду, что, может быть, сильнее меня были. Поэтому, как бы, все закономерно. То есть медиа я все взял, а по футбольному не тянул. Вот, поэтому, ну, как... Как думаешь, мог бы составить конкуренцию нынешним защитникам? Слушай, конечно, думаю, мог бы. Вот. Были бы шансы. Вот. А так, кто знает, может быть, и не получилось бы, а может быть, и получилось бы. Вот. Но я, как бы, вся верю. И играл я с этими ребятами совсем долгое время. И, как бы, тоже не хуже смотрелся. Вот. Поэтому, ничего страшного. Слушай, как Гринь уходил и Амкалу, у него не приятная ситуация. Возникала, ему сказали, что все будет нормально. И через две недели его убрали. Не было ли у тебя таких разговоров, что, в принципе, все нормально, ты в команде, а потом такая ситуация. Нет, таких разговоров у меня не было. Я, наоборот, больше скажу, что, да, я ни с кем не общался, но сам лично чувствовал, может, еще за месяц до того, как меня кикнули, что все идет к этому. И я, как бы, в принципе, ментально уже был готов к этому. Намеков не было, но ты удивился. Намеков не было, нет. Но ты не удивился. Да, я, кстати, не особо и удивился, когда пришла смс-ка. Я, как бы, ну, окей. Как бы, к этому все шло. Я, как бы, к этому был готов. Как оцениваешь возвращение возможное Амкалу? Ну, никак. Этим даже и не пахнет, на самом деле. А что думаешь, в принципе, о нынешнем Амкале? Как он изменился за последний год? Слушай, ну, команда стала более профессиональная. Вот. Местами даже отодвинули медиа. Хотя сейчас видишь, что тоже появляются новые ролики, новый формат у Германа. Пытается, как бы, совмещать и медиа, и проф. Вот. Но все равно это все в проф. Историю больше ушло. Тебя это не расстраивает? Ну, конечно, расстраивает. Хотелось бы, чтобы все играли любимчики аудитории. Всякие там Big Smoke, Easted Roads, у нас там Феликс и так далее. Вот. Ну, а что поделать? Планку уже задрали высоко. Вот. А разгонять вниз никто не хочет. То есть, лимиты строже делать. Вот. Поэтому приходится работать с чем? С тем, что есть у нас. Вот. Сарик Герман говорил, что он, наоборот, хотел бы уходить более, как и на МКС формат предлагал, как и хотел стать чемпионом, чтобы как будто бы возвращаться в медиа структуру. Но при этом он убирает как будто в медиа игроков по-маленькому. В МКС турнир, да, ты имеешь? Да. То, что одного супер-медиа и так далее. То есть, он статус поддерживает. Слушай, я тоже думал, что будет история эта намного строже. При том, что Герман как бы сам говорил, что он хочет более медийную тему сделать, чтобы больше медиа играло. Вот. Я думаю, лимиты будут жестче. Но, видимо, не смог договориться с другими командами. Вот. С теми же Тудроус условно. Ну, тебе не удивляет, что при желании его развивать супер-медиа статусы и так далее, а вот, допустим, вот с тобой прощаются. Ну, слушай, может быть, где-то удивляет на самом деле. Ну, опять же, я не знаю всех подводных камней. Может быть, там какие-то договоренности у него не прошли с другими командами. Почему у народной команды? Были ли еще предложения? Во-первых, они проявили самый первый ко мне интерес. Во-вторых, я как воспитанник Спартака, мне как бы тоже интересно вернуться. И даже вернусь в свой номер, который я начинал с 19 номера. И, в принципе, мы поговорили так, что потенциально сейчас я со мной игрок. Я буду играть. А мне как бы это надо, мне это нравится. Вот. Также буду команде передавать медиа опыт какой-то. Вот. В принципе, мне интересно. Как бы на меня тут полагаются. Я как бы это заметил. И поэтому, как бы не думая особо, я перешел сюда. Да и на самом деле не так прям уж много вариантов у меня было. Вот. А кто еще? Кто еще предлагал? Слушай, ну Бейбеги, потом Ники, Фили не пытались меня засунуть. Но они не написали мне так. Я ждать не стал. Вот. Потому что подготовка к сезону. Надо уже быстрее все это решать и тренироваться с командой. Вот. Я сразу недолго думал. Народная команда. Выбрался. А как рассчитываешь, во-первых, свои способности в нынешнем медиафутболе? Оцениваю способности в медиафутболе? Ну, в футбольном. Слушай, хорошо оцениваю. Потому что я играл много где на профессиональном уровне. Сейчас, по сей день, стараюсь тренироваться, не забавлять планку. В принципе, играю со многими командами так же. Вот профики сейчас в матче ТВ, тоже из профессионала бывшие. Вот. Играю, хорошо себя чувствую, вот уверенно. И мне все нравится. Как развиваться по медиа в Народной? Буду развиваться? Да. Буду выходить за счет шортсов, рилсов. Пытаться выходить на новую аудиторию. Вот. Также пацаны из Амкава говорят, что периодически будут звать все на канал. Это будет как поддержание медийности некой. Вот. Так, в целом, будут создавать какие-то свои новые форматы. Уже не на свою аудиторию, а чтобы они попадали по рекомендациям. Ну, правда, должен работать с Амкавом. Если будут звать, то почему бы и нет, не прикатить на челлендж. Как думать, что коллабы народной команды Амкава возможны? Ну, а почему нет? Отношения у нас хорошие. Вот. Кто знает, какая история может получиться. Отношения у нас хорошие.